Первое боевое столкновение это была буча. Мы прошли одну улицу, не встретив противника, увидели вражеские вертолеты. И новую информацию, что они высаживаются сейчас на аэропорту, десантируются, садятся на технику и едут в нашу сторону. По флангу, по другой улице работала наша рота. Она уже вступила в прямой контакт, нас вызвали, куда им помогать. Мы когда подходили, уже видели просто кучу огня, кучу стрельбы. Впереди шли гранатометчики и пулеметчики. Я тогда был пулеметчиком. Начали работать гранатометы. Мы начали уже их разбирать технику. Это была их первая такая партия, я так понял. Уничтожили. Много было техники. Их пехота по началу, когда ехала, она даже не слезала с техникой. Она не успевала. Мы тогда не знали, что их по нашему направлению двигается более 3000. Где-то под утро, в звуке приближения техники, начали работать дроны Камикадзе. Слышу по рации уже доповедь, что противник подходит. Расстояние где-то метра 800-700. Начинает работать наш танчик против, наверное, пяти танков Русни плюс БМП. Он так маневрировал. Он за один маневр делал несколько выстрелов. Он их затыкал, он их держал. Один. Пока мы удерживали вот эту вот дорогу, мы дали время, чтобы наши войска подтянулись. Чтобы настроилась артиллерия, чтобы прилетела авиация. Батальон «Опфор» мы изначально не думали, что мы будем штурмовиками, что у нас все задачи будут штурмовые. После Киева мы поехали на Харьковское направление. За несколько дней забрали около 8 населенных пунктов. Заходили и защищали. «Опфор» идет впереди, потому что люди очень мотивируют. У нас есть опыт. У нас есть за собой успешно выполненные задачи. Дай ему попить. Слава Украине! Украина ждет успех, Украина ждет победа. Мы отстроимся, мы выйдем к своим границам, заберем все, что временно оккупировано сейчас. Но Россия, Россия пи***ц.